Ребята, всем привет! Веща Олег на связи. Ваш лунный пророк и лучший друг в мире ставок. Ставки на матч в понедельник. Словения-Россия, ряд других интересных поединков. Давайте пройдем в розыгрыш. Тысяча рублей. Словика обычно простейшая. Первый, подписаться на мой YouTube-канал. Второй, поставить лайк под этим видео. И третий, написать минуту. И команду, которая зовет первый гол в матче Словения-России, человек, который готов первым, выполнил себе предыдущие условия, он этот косарь и получит. Вы должны помнить, что здесь только часть ставок. Остальные будут у меня в Телеграме. Совершенно бесплатно. Там будет и экспресс с коэффициентом около 100 или больше 100. Там у нас чат, где более 2000 участников. В общем, вся основная движуха, лайв ставки происходит именно там. И в понедельник на матче Словения-России я, естественно, буду проводить стрим на этом своем YouTube-канале. Так что также подписывайтесь на канал, приходите на стрим. Всех буду ждать. Последние лайвы у нас мега-плюсовые по сборным. Так что, надеюсь, и в дальнейшем будет так же. На самом деле, в этом видео очень много я полез в исходы. И вот в матче Беларусь-Чехии все просто. И, наверное, вся аналитика в этом видео будет довольно простой и быстрой у меня. Беларусь уступила 2-0 Эстонию. У команды ковид. Там тренерский штаб заболел. Куча футболистов, все защитники тоже ковид подцепили. Поэтому состав против Эстонии был очень слабый. Там тренер, который ничего в своей жизни не тренировал, кроме городей. И, в общем-то, поэтому заслуженные эстонцы 2-0 победили. Первым таймом вообще в одну калитку была игра. Чехи, в свою очередь, не лучший матч провели против Уэльса. Сыграли 2-2. Там тоже есть потери определенные. Но они несравнимы с тем, что у Беларуси. Все равно состав Чехии гораздо сильнее. Беларусь не будет играть дома. Матч пройдет на нейтральном поле в Казани, в России. Поэтому преимущества домашней арены у беларусов не будет. И поэтому, я уверен, что Чехия держит уверенную победу. Команды так, выше уровня на 2-3 головы. А тут еще такие проблемы у беларусов. 2-2 плюс тут больше 1,5. Коэффициент 1,61-3 тысячи 300 рублей оставлю. Норвегия играет против Черногории. У Норвегии матч против Турции не играли ни Холланд, ни Сорланд, ни Норман. В этом поединке тоже они будут недоступны. Но все равно разница по уровню между Норвегией и Черногорией сумасшедшая. Норвежцы даже против гораздо более сильных турков на выезде сыграли 1-1. При этом очень здорово первтайм проведя. Черногорцы переиграли скромный Гибралтар 0-3. Но, в общем-то, сборная Черногории очень слабая. Последние 5-6 лет абсолютно слабые футболисты. В основном представлены из чемпионата Казахстана. Из Астаны много игроков. Есть Маршич из Лацо, который уже старый и не такой топовый. Есть и Йоветич, который с Гибралтаром получил паузу. Но все равно уровень сборной Норвегии, даже с учетом отсутствия Холланда, он не сопоставим. Есть Мартин Эдегор, который в отличной форме в арсенале. Короче, состав все равно у Норвегии гораздо сильнее. Они играют дома, они мотивированы. Им нужно одерживать победу. Так что 3 тысячи рублей я разделил на две ставки. По полторы тысячи рублей ставлю на победу Норвегии за коэффициент 1.71. И П1 плюс Тотл меньше 4.5 за коэффициент 1.86. Но голов тоже не ждут. Черногория это очень низовая команда. Дальше. Румыния играет против Армении. На мой взгляд, румыны здесь тоже очевидные фавориты. Армяне борются за выход, ну хотя бы там за вторую строчку, да, за квалификацию. Пока что румыны на два очка отстают. Но румыны в этом отборе гораздо сильнее смотрят, чем сборная Армении по игре. Румыны из Германии сыграли. Там оба матча в борьбе только уступили там 0.1 и 2.1. Вчера, например, они даже вели по ходу матча 0.1 на выезде. То есть сборная очень неплохая. Там много талантливых футболистов. В этом отборе они вот в сентябре обыграли на выезде 0.2 Исландию. Армяне для сравнения с не самой сильной сборной Исландии сыграли 1.1. Там у исландцев были большие проблемы с составом. И абсолютно ни в чем их не превосходили. Скорее даже у исландцев было побольше опасных моментов. Кроме того, румыны, например, дома переиграли 3.2 с Северной Македонией. С ними же на выезде 0.0 сыграли. И, в общем-то, румыны очень здорово играют на родных стенах. Это мы видели и в отборе на чемпионат Европы, и в Лиге нации. Как они с сильными сборными неплохо дома играли. Что касается сборной Армении. Они перебрали отчики в марте. Они победили как раз с Румынией дома 3.2 и 2.0 Исландию. В обоих матчах сильно повезло. Румыны гораздо лучше играли в Армении в первом тайме. Там в одну калитку была игра. Они 1.2 выиграли по ходу поединка. И затем остались в меньшинстве. И в концовке армяне на эмоциях смогли забить два гола. Думаю, что болельщики помогли. Здесь в выездной матч будет гораздо сложнее. Ну и опять же, 6.0 проиграли сборной Германии. 1.1 сыграли с Лихтенштейном. С Македонией 0.0 на выезде. Где тоже весь матч отбивались. И Македония играла лучше. Ставка П1. Коэффициент 1.69. 3.000 рублей ставлю. Наша группа. Кипр играет против Мальты. Понятное дело, что аутсайдеры этой группы встречаются. И у Кипра ужасная история в последних играх. 6 поражений подряд. 0.3 Хорватии. Уступили в одну калитку. До этого 2.0 Словакии. 0.2 России. Но матч против сборной России киприоты неплохо провели. И весь второй тайм, особенно последние 30 минут, они играли гораздо лучше сборной России. Атаковали, конкретно нас прижали, наиграли на гол. Немного им не повезло. И все-таки против команд сопоставимого уровня киприоты дома обычно играет неплохо. Часто одерживают победы. Мальта все-таки слабее Кипра. Давайте так. Да, Мальта бы играла Кипра 3.0 дома. Но если бы не это удаление у Кипры. Если бы не первый этот гол, после которых на эмоциях еще там мальтийцы побежали. Большинстве 2 забили. Я думаю, что ничего бы этого не было. Мальта последний матч вообще сыграла безобразно. Просто сборная Словении в одну калитку они уступили 0.4. 2.0 проиграли месяц назад также России. И вот я смотрел матч Мальты против России и Кипра. И Кипр как-то поинтереснее смотрелся. Я думаю, что дома Кипр должен победить. На Мальту они настроятся. Потому что и так 0.3 Карлику уступили месяц назад. Так что я поставлю на П1. Коэффициент 1.77. 2.800 рублей. Хорватия играет против Словакии. Хорваты идут на первом месте. Думаю, на нем и останутся. В последних матчах команда неплохо смотрится. 0.3 переиграли. Опять же Кипр 3.0 Словении. 0.1 на выезде Словакию. Но в прошлом месяце, переиграв Словакию, играли гораздо хуже. То есть Словакии дома смотрелись интереснее Хорватов. Создали немало моментов, чтобы завить точно. Наиграли на гол и не заслужили поражение в том матче. Вообще, сборная Словакии мне очень нравится в этом отборе. Особенно в последнее время. Играя против сборной России. Ну, игра была в одни ворота. Не знаю, вы, наверное, видели этот поединок на стрим. Мы много про это говорили. Абсолютно полное доминирование сборной Словакии. Даже вот по всем каким-то показателям. 26 ударов по воротам. 14 угловых против сборной России на выезде. Они заработали. Умудрились 1-0 уступить. Угустив там 3-4 просто стопроцентных момента. Россия вообще никаких моментов не создала. Там повезло с этим автоголом. Так что Словакия очень хороша. До этого они ведь дома 2-1 Россию победили. Со Словени на выезде 1-1 сыграли. Тоже там имели немало хороших моментов. Мне кажется, что слишком сильно в этом матче Словакию недооценивают. Им нужна только победа. Они пока что еще в борьбе. Но нужно выигрывать. И мне кажется, должно уже наконец-таки им повезти. Потому что со сборной России ну просто дикое было невезение. Я поставлю немного. Это рискованная ставка. Но на мой взгляд она очень валуяная. Обе забьют. Коэффициент 2-33, 2200 рублей. Ну и последний матч это видео. Словения играет против сборной России. Еще раз повторюсь. Россия безобразно играет. То, что мы одерживаем победу, нам просто везет. Даже, опять же, то, что от Кипра мы не пропустили в прошлом месяце. Словении я уже только что тоже рассказывал. С Хорватии дома 0-0 сыграли. Где тоже ни одного момента не создали. Просто банальное везение, отскок. Состав у нас слабый. Много отсутствующий. Сейчас только Мирачук после дисквалификации вернется. Но в целом как-то ситуация по составу не улучшится. У Словении классный матч. Ильич провел, опять же, уверенный победу 0-4 на Мальте. Ильич дубль там оформил. Да, Хорватам уступили. Но в то же самое время там дома тоже Хорватию победили. Словенцы. Вообще, Словенцы дома неплохо играют. Со Словакии 1-1 опять же сыграли. Поэтому для меня Словения является здесь очевидным фаворитом. Матч против сборной России. И мне кажется, что слишком много голов не будет. Потому что тотал меньше тех и других постоянно проходит. Но хотя бы один гол минимум. Словения должна завить. Наша безобразно обороняюсь матч против Словакии. Что целых 5000 рублей я разделил на три ставки. 2000 рублей ставлю на Фор 1-0 за коэффициент 1-90. По 1500 рублей на индивидуальный Тотал Словении больше одного за коэффициент 1-89. И 1-x плюс Тотал меньше 3-5 за коэффициент 1-78. Ребята, в этом видео у меня есть два варианта для ставки дня. Это P2 плюс Тотал больше полтора на Чехию. Матч против Беларуси за коэффициент 1-61. Я думаю, что очень уверенное событие. И Фору 0 на Словению за коэффициент 1-90. Матч против сборной России. Переоценивает нашу сбору 1-90. Просто шикарный коэффициент. И вы в комментариях пишите свои ставки дня. Успехов вам. И увидимся в следующий видео.